Крупный план Поздравит Карл Отто Шнейдер Поздравит Шнейдер Поздравит Карл Отто 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 Шнейдер являются эти шатанские юбки и вовынки, да? Но скромнее всё будет. Но что-то немецкое, да, люди их узнают, это точно. Совершенно плюс, они будут в общественном транспорте. И, собственно, раздавать билеты на фестиваль Шнейдера. Фестиваль Шнейдера? Да. Мы тоже о нём говорили, но давайте, Владимир, слушателям напомним всё-таки, что это будет и когда. И возрастное ограничение сразу же, я скажу, 16+. Хорошо, 16+, фестиваль Шнейдера. Фестиваль Шнейдера пока планируется на лето, то есть на период отпусков. Посмотрим, как у нас будет срастаться и с площадкой, и, естественно, с администрацией, и с ассортиментом продукции, которая там будет. Безалкогольной продукции. Конечно, конечно. И, соответственно, кого мы именно пригласим? Мы не пригласим в этом году «Металлику» по одной простой причине. Денег на всё не хватит. Мы уже говорили, что есть большие планы, которые связаны с расширением производства. Мы пригласим кого-то достаточно пафосного, мы найдём этот способ. Мы поставим памятник Шнейдеру. Кстати, опрос по поводу постановки памятника Шнейдеру, то есть каким он должен быть, по мнению Кировчан, что там должно находиться и так далее, он стартует ориентировочно 13 января. Ну, сразу после Нового... То есть 14-го, на самом деле, сразу после Старого Нового Года. То есть это утверждено уже в планах и по поводу конкурса на изготовление, то есть на создание памятника, и по поводу его установки, всего этого остального. То есть вы узнаете 14... начнёте узнавать 14 января. Как принять участие в опросе? Это будет какой-то открытый опрос для всех Кировчан? Да, конечно, конечно. Мы в меньшем масштабе, может быть, но мы повторим тот опрос, который мы делали по поводу зелёного 31 без алкоголя. То есть, по крайней мере, сделаем Шнейдера чуть-чуть ближе к народу, что называется. То есть у нас будут промоутеров, вы знаете, в транспорте. Всё, билет сохраняйте, потому что они вам пригодятся очень сильно. И, соответственно, самого Шнейдера мы увидим в январе на видеороликах. Но ещё один момент. Мы анонсили, говорили об этом, по-моему, но ориентировочно с 21 января, может быть, это будет чуть позже, сроки они уточнят после Нового Года, мы встаём в пятёрочку магазины по всей Кировской области. Это 160 точек, ещё раз. Это зелёный 31 безалкогольный, конечно же. То есть мы как бы рассчитываем, что легче станет кировчанам покупать нашу продукцию. Легче. Искать её. Это что-то приятнее уже, по крайней мере. Вот это то, что касается Шнейдера, который это в первую очередь, он поздравляет кировчан с новым наступающим годом. С немецким акцентом. У меня в основном эстонские получили. Хорошо. С Новым Годом кировчан будет поздравлять не только Шнейдер, и завод Вятич будет поздравлять с Новым Годом. И помимо вот тех видеороликов, которые будут по телевидению и аудиороликов, будут ещё какие-то такие визуально заметные перемены. Нет. Я думаю, что визуально заметные перемены, в первую очередь, это Шнейдер. Сам завод может поздравить, совершенно точно поздравить кировчан вместе со Шнейдером, но в моём лице. То есть, это та установка на ребрендинг предприятия, которая вроде бы окончательно устаканилась. Мы понимаем, в каком направлении двигаться. Это мы станем ближе, конечно же, потребителям в первую очередь. Это самая центральная фигура, я уже говорил, для любого предпринимателя, для любого производителя. Это потребители его товара. То есть, мы рассчитываем, что мы станем максимально близки. И для кировчан мы начали как раз выпускать вот эти 31-е зелёные безалкогольные. Это начало линейки, она продлится. Да, мы говорили ещё про летние безалкогольные. Летние будет точно. Ещё, может быть, 2-3 сорта мы успеем загнать. Тоже безалкогольные. Да, естественно, в следующем году. Вот. И премиальный сорт Шнейдер, на который я также рассчитываю, это проект, но я думаю, что он осуществится, мы выпустим линейку. Премиальный безалкогольный пиво. Да, премиальный безалкогольный. Плюс мы, скорее всего, нашли способ, каким образом. Оно достаточно высоко по цене, и эта цена непривычна в отношении кировского пива для кировчан безалкогольного, да? Но это премиальный. Это премиальный. Безалкогольный, да. То есть, мы просто начнём фасовать его в 0,33, так же, как делают наши бельгийские товарищи, значит, европейские товарищи. Фасовать в 0,33, чтобы обычный нормальный средний кировчанин мог прекрасно иметь возможность попробовать. То есть, на первом этапе, конечно, это будут дегустации на заводе, какие-то открытые и закрытые дегустации, рекламные какие-то ходы. Но в итоге мы нашли, по-моему, нашли способ для того, чтобы это пошло в массу. Я не рассчитываю, что это абсолютно массово, ежедневно, но это приятная, интересная вещь. Это новинка. Новинка, новинка, конечно. Вот, собственно, и завод может поздравить кировчан с тем, что мы определились с серверным предприятием, который, окажется, мы надеемся от всей души, окажется востребован именно для самих кировчан. Ну и не только для кировчан окажется востребованной продукция вашего завода, потому что мы говорили об этом в предыдущих наших программах, да, вы идёте в соседние регионы, окрестные регионы, выходите на рынки соседних регионов. Планы такие, по крайней мере, есть. Планы есть, планов у нас громадьё. В первую очередь, что мы почувствовали всё равно себя увереннее, на самом деле, в этом году, несмотря на все претурбации, неприятности, там, недоразумения и так далее. Мы почувствовали себя увереннее. И у нас, по нашим представлениям, есть рынок в окрестных регионах ПФО, где практически... Вот есть регионы, в которых нет никакого своего пиваренного производства безалкогольного, конечно же, да? Никакого нет. Плюс убита местная розница. То есть там федеральные сети. Сейчас мы начали... Ни производители, ни продавцов. Да. Мы начали работать... Нет, ну как продавцы? Нет, я имею в виду местных, локальные, да. Мы начали работать с пятёрочкой. Это меня окрыляет в какой-то степени это начало. То есть посмотрим, как дальше. Я думаю, что благодаря... И магнит подключится, я практически уверен теперь. Я думаю, что благодаря федеральным сетям мы достаточно быстро окажемся в соседнем регионе. Во-вторых, мы подбираем сейчас инструменты для того, чтобы туда зайти качественно и хорошо. В следующем году мы надеемся, что мы, по крайней мере, наметим регионы, в которые мы будем двигаться. То есть поэтому и жители окрестных регионов, зовут Вяч, тоже может поздравить с Новым годом, который им сулит позитивные интересные перемены. Я правильно понимаю, что продвигаться вы будете в соседние регионы, в том числе при помощи интернета, через приложение? Ну, приложение, которое мы... Я думаю, я думаю, что мы запустим его летом-осенью следующего года. И на приложение я возлагаю лично очень большие надежды, потому что приложение Вяч, существующее на смартфонах, оно дает возможность, во-первых, транслирования всего и вся, касающихся наших продуктов, для самой широкой аудитории. Такое маленькое СМИ. Это не маленькое СМИ. Большое СМИ. Большое СМИ, потому что я предполагаю, что аудитория составит примерно 150 тысяч по Кирову и Кировской области. Это достаточно, мягко говоря, хорошо. Ну, ты представляешь себе размер. Ну, конечно, каждый десятый даже, пожалуй, даже больше. Даже больше, учитывая пользователей смартфонов. Этого вполне достаточно. Плюс мы обеспечиваем себе постоянное присутствие на информационном рынке. То есть мы не будем забывать ни в коем случае традиционные СМИ, сейчас цеха Москвы. Но, тем не менее, мы имеем не только свое СМИ, но и мы имеем кэшбэк с покупок продукции «Вятича». Мы имеем оповещение обо всех акциях, новинках, которые проходят рядом с тобой. То есть там будет вариант, когда таргетированная реклама будет работать, и человек, проезжая мимо магазина, в котором проходит акция «Вятича», он будет получать оповещение о том, что в этом магазине сегодня через 500 метров дешевле. Ну, примерно, да? Остановись и сходи познакомься. То есть возможностей провожения очень много. Стоит она очень дорого. Мы попробуем умножиться полгода для того, чтобы успеть его сделать и запустить. Разработать. Да. 18 плюс ограничения будет у приложения. Напоминаю нашим слушателям и Роскомнадзору. Ну, это инструмент именно... На самом деле мы оттестируем его в Кирове, потому что в Кирове оно нам не принесет такой колоссальной выгоды, как в регионах. Мы обязаны его сделать для кировчан. Мы просто обязаны сделать, даже можно не обсуждать. Но это инструмент продвижения в окрестностях. Нет ни одной российской компании безалкогольной, пивоваренной, которая бы делала что-то подобное. Мы будем первыми. Мы... Я думаю, что мы успешно оттестируем его в Кирове. Там отдельно есть инструмент, благодаря чему предложение мы сможем внедрить. Это мы обсудим, наверное, тогда, когда будет принято окончательное решение по этому инструменту. Вот. И мы внедрим это приложение в Кирове. Если всё хорошо, тьфу-тьфу-тьфу, надо подключать по деревянному предмету типа головы. Если всё хорошо и замечательно, то мы внедрим в регион. Всё. Вот примерно... Вот такие планы. Да, планы есть. Такие планы по захвату... Мира. ...IT. Мира. IT мира, да. Новогодние планы по захвату мира. Хорошо. Вязкий квас. Вязкий квас – это тоже такая, как бы, история отличная. Мы о ней много говорим в связи с конкурсом марка года. Прежде всего, да, в последних программах мы упоминали этот ваш продукт. Вот. И это тоже такой, ну, отчасти подарок, да, для жителей нашего региона и для жителей окрестных регионов, куда вы будете заходить. Правильно ли я понимаю, что вы тоже такие планы на него возлагаете, не знаю, там, ну... Ну, вязкий квас... Обширные. Обширные совершенно планы. Вязкий квас имеет сразу несколько измерений. Марка года, да, это замечательно. Мы выиграли как продукт. То есть мы названы маркой года номер один в России. Продукт два года. Мы будем лепить на этикетке кваса значок этой марки. Всё замечательно. Илья Николаевич Курагин 14 декабря 2019 года поднялся на сцену Курнелёвского дворца. В январе мы получим в хорошем качестве видео, значит, как всё это происходило. Не будет размещено оно. Мы всё это выложим, люди посмотрят, повеселятся. Достаточно хорошая съёмка. Я был очень рад за Илью Николаевича, потому что я смотрел внимательно. Потом отсмотрел материалы. Он абсолютно качественно, великолепно совершенно отработал в своём выступлении на сцене. Никаких оберег. Я рад за него и думаю, что рад за всех кировчан, которые, собственно, родина первого марки номер один года в России. Ни одно кировское предприятие такой награды никогда не получало. Потому что это награды рядышком там с Саусунгом, с Донбом. Но мы говорили, крупные мировые бренды, да, мировые компании. Это одна сторона. Но мы марка номер один года. Но это не значит, что мы марка номер один по продажам в России. Мы не лидеры рынка ни в коем случае. Так. И какие планы? Ну, я думаю, что в ближайшие 3-4-5 лет мы приложим все усилия и всё-таки станем маркой номер один по продажам. Будете стараться стать маркой номер один? Ну, стараться, конечно. Конечно, приложим все усилия, как иначе. Ну, надо не стараться. По продажам. Лучше не стараться, а сделать. Именно на рынке кваса или на рынке вообще таких вот напитков, да? Нет, нет, нет. Именно квасной вариант. Прохладительный. То есть мы автоматически вытесним, отцепим кусок продаж о прохладительных напитках других, да? Угу. То есть это тоже на меня абсолютно ясно. Лично я уже с 2014 года, я прекрасно понимаю, что единственное направление, в котором надо развиваться вятскому квасу, это национальный напиток вятский квас. Всё прекрасно. То есть буквально позавчера, по-моему, квас начал разливаться в банке. Так. То есть в вятске... В жестяные палочки. Да, то есть у нас появляется вятский квас в банке. Совершенно новогодний подарок, зайдите в магазин, купите, не пожалеете. Вот, честно говоря, ощущение того, как ты пьёшь квас из банки, оно отличается тем от того, что ты пьёшь квас из обычной посуды. И хотя понятно, что люди возрастом там за 40, допустим, они подозрительно относятся к квасу в банке, потому что это что-то странно. Не видно же. Это странно, нет, ну да, это да. Банка же не прозрачная. Банка не прозрачная, надо ничего пока не сделать. Прозрачного металла пока не придумано. Вот. И квас в банке отличается. Думаю, что молодёжная аудитория в большей степени будет наша. С вятским квасом мы можем смело поздравить всех жителей нашей многонациональной страны, потому что у них есть напиток, который на самом деле объединяет Россию. Да. Всё. Национальный напиток, вятский квас. Мы сейчас переходим к поздравлениям, как я понимаю. Мы переходим к поздравлениям с Владимиром уже, ну, пора, 31 декабря. Мы начали с поздравлений завершать программу, тоже будем поздравлениями. Да, могу совершенно честно поздравить всех граждан Российской Федерации от имени завода. И посоветовать... Кировчан в первую очередь, наверное. Кировчан поздравлял Шнейдер, потом завод. А сейчас мы более широко поздравим практически всех с очень простым пожеланием. То есть, рекомендуется дышать глубже... Почему? ...и набираться оптимизма. Потому что, ну, год был не простой, 2019 год был не простой. Не простой был год. Не простой. И я, честно говоря, не жду, что 2020-й будет хоть в чем-то проще. Потому что он високосный? Я не знаю. Нет. Вот я сегодня с утра смотрел астрологическую программу, и Юпитер вошел в знак Козерога. Это означает, как мне подсказал тот же комментарий к этой астрологической программе, что предстоит... Ну, собственно, она уже началась, да? Мы видим по ребрендингу, мы видим по внедрению Шнейдера по новым сортам. Вот. Началась упорная работа по созданию чего бы то ни было. И весь год, пока Юпитер будет пребывать в Козероге, придется, товарищи, работать, работать, еще раз работать. И удача, и успех будет на стороне только тех людей, которые готовы пахать. Поэтому следующий год, это год людей с закатанными рукавами. Год трудоголиков, получается. Да, совершенно верно. То есть, поэтому, ребят, все очень просто. Если хотите счастья и удачи в новом году, работайте. Ну, ладно. Впереди 8 дней выходных у кого-то. Пусть люди хотя бы немножко расслабятся. Хотя бы в начале года. Это было бы невероятной глупостью пытаться отменить русские национальные традиции в угоду каким-то астрологическим программам. Конечно, мы не будем. Поэтому с праздником всех большое спасибо. Пусть Вятич будет с вами в новом году. Всего доброго. Благодарю. На этой ноте мы с Владимиром Маматовым программу «Крупный план» завершаем. Теперь уже точно до встречи в следующем году. Всем нашим слушателям еще раз поздравления. С Новым годом от Вятича, от нашей радиостанции. Всех. Всех с Новым годом. С наступающим. До свидания. Возрастное ограничение у помянутых в программе аудио и видеороликов 18+. Крупный план.